Друзья, добрый вечер! Наконец-то пятничный вечер настал. Сейчас у нас 19.59, через несколько секунд станет уже 20.00, и начнется время прямого эфира, о котором я говорила. Сегодня тема моего прямого эфира – как перестать волноваться, находясь перед камерой, как раскрепоститься и как сделать свое выступление перед камерой эффектным. Сейчас потихонечку будут добавляться люди. Добрый вечер, Юрий! Я очень рада видеть всех участников, рада, что сегодня, мне кажется, тема очень актуальная, и поэтому я с удовольствием смогу рассказать все те фишки, все те лайфхаки, которыми я сама пользуюсь. Я смогу поделиться с вами той информацией, которую в том числе я получала в Творческом ВУЗе. Я сегодня написала пост. Кстати, очень много откликов получила. Так, берем ручку и блокнот, Юрий! Да, ручка и блокнот – это хорошо. Добрый вечер всем! Сейчас я пару минут еще подожду, чтобы все присоединились. Вот, и хочу сказать, что в самое ближайшее время я запускаю свой блог о популярности, потому что, вы знаете, этот вопрос, как я писала сегодня в своей статье, этот вопрос, наверное, мучил каждого студента и мучает по сей день, только уже не студентов, а взрослых людей, при том не только студентов театральных вузов, а в принципе студентов абсолютно любой профессии, потому что, когда человек вырастает… Ох, спасибо большое! Какая я милая! Ну, так получилось. Это, наверное, маме спасибо, что я милая. Вот, любой взрослый человек сейчас где-то работает, с кем-то общается, имеет какой-то свой бизнес. И главная задача, естественно, чтобы этот бизнес работал, этот бизнес масштабировать. И поэтому я придумала, что… Сейчас я как-нибудь удобно сяду. Придумала, что я могу для вас раскрыть ту информацию, которую я владею, плюс изучить… Спасибо большое! Так, сейчас я договорю, я читаю параллельно ваши комментарии. Спасибо, мне очень приятно! Плюс я хочу изучить материалы о том, как стать популярным, как выводить свой бренд в топ, как делать так, чтобы ваш бренд узнавали, и, соответственно, чтобы у вас было больше клиентов. Мне кажется, это необходимо абсолютно любому бренду, потому что абсолютно любой бренд нуждается в клиентах. Поэтому буквально в ближайшее время я запускаю свой личный блог о том, как стать популярным. Там будут упражнения не только на технику речи и ораторское искусство. Я добавлю туда все те техники и приемы, которые я знаю, кроме этих двух дисциплин. Плюс я буду очень активно читать и делиться с вами большим количеством материалов. Вот, ну, вижу, аудитория уже собралась, можно начинать. Сегодня у нас прямой эфир, сегодня марафон. Это, я точно не помню, наверное, сегодня 9 или 10 день марафона. И я заявлена 7 и 9 июня, сегодня вот первый день, когда мой прямой эфир. Я буду рассказывать вам о том, как чувствовать себя комфортно перед камерой, как раскрепоститься, как не бояться вообще выхода перед камерой. И самое главное, как сделать так, чтобы, когда вы выступаете, вы выглядели эффектно. Поставьте, пожалуйста, плюсы те, кто хоть раз вел или прямой эфир, или был в кадре. Может быть, у вас брали интервью. Может быть, вы сами где-то вас записывали. Поставьте, пожалуйста, плюсы, чтобы я понимала, что у вас этот опыт уже когда-то был. Нужно сейчас поставить плюсы. Так, вижу. О, плюсы полетели. Отлично. Скажите, пожалуйста, те ощущения, которые вы выходили на сцену, как их можно описать? Поставьте любой значок в виде смайлика, или грустный смайлик, или смайлик с большими глазами. Какие у вас были эмоции, когда вы впервые выходили на сцену, или впервые вы оказывались перед экраном, например, своего смартфона? Была какая-то у вас эмоция? Поставьте, пожалуйста, смайлики, улыбочки, большие глаза. О, вижу, большие глаза. Классные эмоции. Да. И на самом деле, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что нас этому в школе не учат. Нас не учат выступать. Нас не учат выходить в прямой эфир. Да, тем более, мне кажется, наши учителя пока еще сами не знают, как это делать. И я сегодня хочу рассказать вам, как это делать уверенно, как делать убедительно, и самое главное, как быть. Знаете, вот что отличает профессиональных моделей, профессиональных актеров на сцене, они очень естественные. И вот как этой естественности добиться. Кроме того, я сегодня хочу дать вам советы о том, как фотографироваться и позировать. Потому что те люди, которые приходят ко мне на тренинги, они знают о том, что... Что-то я так в уголочке села, в столе, и руки некуда даже положить. А те люди, которые приходят ко мне на тренинги, они знают, что у меня есть целая тема, посвященная красивым позам. Тому, как эффектно выглядеть в кадре. Как найти свою рабочую сторону. Как вообще улыбаться. И сегодня я расскажу небольшой тоже фрагмент из этой темы, как во время того, как вы улыбаетесь, выглядеть эффектно. Потому что иногда, когда мы улыбаемся или смеемся во весь голос, те фотографии, те видео, которые мы видим, к сожалению, нас не радуют. Итак, поехали. Как не бояться камеры. Вы будете удивлены, но первое, что нужно сделать, это перевести фокус внимания с камеры на то, что вы хотите сказать. Потому что можно бояться камеры, можно выйти на сцену, или там включить кнопку своего смартфона с надписью «Выйти в прямой эфир», сесть и забыть, что вы хотели сказать. И вот я всегда говорю на своих тренингах, если вам есть что сказать, если вы выходите на сцену, и вы чувствуете, что вы знаете, о чем говорить, мало того, если вы выходите на сцену, и вы, как это у нас в Академии называлось, «Не могу молчать». Вот я выхожу на сцену, потому что я не могу молчать. Мне так хочется вам это рассказать. Вот только тогда вы почувствуете кайф от выступлений. Если вы выберете какую-то тему, которая вас особо не цепляет, выйдите в эфир и будете переживать о том, как вы выглядите, а может быть надо было другую тему, а может быть надо было что-то поинтереснее, то, наверное, эффекта от этого не будет. Поэтому самое главное, первое, что нужно сделать перед тем, как выйти в эфир, это продумать, что вы будете говорить. Продумать и найти в этом что-то цепляющее. У меня, кстати, совсем недавно вышла клига, наверное, уже все об этом знают, «Ораторское искусство. Как сделать свое выступление достойным Мишленовской звезды». И там есть целая глава, которая посвящена теме, как найти выступление себя. Как сделать так, чтобы вы, стоя на сцене, чувствовали, что «Вау, это действительно здорово! То, о чем я рассказываю, мне интересно!» И поверьте, как только у вас горят глаза, как только у вас пылают щеки не от того, что вам стыдно, а от того, что вам хочется рассказать, люди моментально подключаются и готовы вас слушать бесконечно. Поэтому первое, что нужно сделать перед тем, как выйти в прямой эфир, продумать, что я буду говорить. Следующий страх, который у нас возникает, это страх камеры. Я действительно боюсь, я не знаю, да, что мне делать, как мне в эфире себя вести. Я не знаю этот страшный маленький глазок черный, который смотрит на меня в смартфоне. Он совсем маленький, в видеокамерах он немножко побольше, да, объектив. Очень страшно, что там внутри. И когда я работала в Белтий радиокомпании, я преподавала технику речи и ораторское искусство для дикторов и ведущих прямых эфиров новостей. Вы не поверите, но даже те люди, которые уже работали в кадре, они говорили о том, что они испытывают некоторую долю волнения. То есть, выходя на сцену, они тоже, не на сцену в данном случае, выходя в эфир, они тоже немножко переживали. И одна девушка, которая только начинала свой путь телеведущей, она только пришла в Белтий радиокомпании, и сразу ее направили ко мне, она мне рассказала, что, вы знаете, мне так страшно, мне кажется, что через экран объектива на меня смотрят 10 миллионов человек одновременно. И что я сейчас не скажу, что я сейчас не сделаю, я буду постоянно находиться под пристальным присмотром этих людей. Они заметят все, все мои ошибки, все какие-то изъяны в моей внешности, все заметят. Я говорю, а вот вы сами, когда вы смотрите, ну, сейчас тогда еще телевизор, сейчас уже YouTube, вы прямо все замечаете, все-все-все, и текст, и внешность, да. Понятно, если мы смотрим с той целью, чтобы, например, вот я вижу какую-то актрису или какого-то персонажа, который мне нравится, то я как на нее смотрю? Через призму, ой, какая она сегодня красивая, какая у нее кофточка, вот какая у нее прическа, а кто у нее стилист, да. А если мне человек не нравится, например, я смотрю, ой, ну что она там опять придумала, да, то я специально начинаю выискивать изъяны. Но, если вы просто включили первый раз программу и просто смотрите впервые, видите этого человека, у вас не получится, да, сделать так, чтобы фокус внимания был на всем, и на внешности, и на том, что он говорит, и на том, что он показывает или о чем он говорит со своим оппонентом, понимаете? То есть, когда вы смотрите, вы в первую очередь, ну, вы не можете так сканировать все сразу, если, конечно, вы не редактор этой программы, которую вы смотрите, и если вам не нужно действительно сказать потом ведущему, да, что он сделал не так. Поэтому второй секрет, как это ни странно, когда вы выходите в эфир, да, даже если у вас 6 миллионов подписчиков, как у Ольги Бузовой, да, или сколько у нее, 16 миллионов, очень много, у Ксении Собчак 6 миллионов, да, даже если вы выходите в эфир, и вы суперзвезда, поверьте мне, все люди, если смотрят, то скорее они смотрят на вас с восхищением, чем нежели с какой-то злостью, но я очень слабо себе представляю, что сидит человек и тратит время своей жизни на то, чтобы полыхать гневом, смотря, рассматривая кого-то, да, поэтому второй совет, когда вы выходите в эфир, пожалуйста, не надо воображать, что по ту сторону камеры прямо сейчас 10 миллионов экспертов с ручками в очках записывают то, что вы говорите, это не так. Расслабьтесь, пожалуйста. Самое главное помнить, что вы живой человек, и вы тоже можете ошибаться, вы можете что-то не то сказать, вы можете забыть, но самое главное, чтобы вы знали, что хотите сказать, потому что как только вы ставите себе цель, я сегодня хочу рассказать о том, как, например, выступать и не бояться, да, или как говорить красиво, то вы просто следуете по пунктам вашего плана и перестаете думать о том, что происходит с другой стороны, тем более эти мысли ни к чему не ведут, да. Следующий момент. Очень многие люди просто боятся камеры. Камера для них, ну, понятно, это что-то такое, что-то какое-то потустороннее, вот сейчас я говорю, а меня снимают, и все видят меня, и все молча сидят и что-то думают, а я тут одна говорю, как будто сама с собой, да. На самом деле на первые прямые эфиры вы можете сажать живого человека или, может быть, даже своего домашнего питомца, если дома в данный момент никого нет, сажать напротив, где-то за стеной. У меня сегодня никого здесь нет, я сегодня одна, вот. Но я помню, что когда, наверное, полтора года назад я только запускала первый эфир, я пробовала этот новый инструмент, я действительно, то есть мы сидели, вот подруга пришла, и я говорю, сушь, ты посиди, мне просто надо кого-то видеть живого, я не могу так с пустотой разговаривать, да. Но на самом деле тут очень важно понимать, что вы можете общаться с аудиторией, да. Например, вот сначала я попросила, поставьте, пожалуйста, плюсы, и вы поставили плюсы, да. Понятно, что есть некоторая задержка, во-первых, по качеству связи, то есть люди моментально не поставят плюсы, да. А во-вторых, чтобы человеку поставить плюс, ему нужно открыть окошко, набрать этот плюс, то есть в любом случае нужно на это какое-то время. Поэтому не суетитесь, если вам нужно узнать у человека, что он думает, или у людей, пожалуйста, предложите им это и немножко подождите, да. Если вы все же боитесь камеры, то самый простой совет, и проще него не будет, и никакой другой совет не будет работать, кроме этого, вы начните, пожалуйста, себя записывать. Не обязательно сразу выходить в эфир, если вы не знаете, как себя вести. В любом телефоне сейчас есть функция видеозаписи. Вы ставите телефон на полку к нижнюю, отходите, видите, я сейчас на расстоянии от вас нахожусь, и таким образом я себя более комфортно чувствую, если бы я очень близко подошла и головой прямо сидела к вам. Ну, это какое-то, знаете, как личная дистанция. Хотя, в принципе, я могу подвинуться вот так вот поближе, вот давайте подвинуть, чтобы вы видели, что я могу двигаться живой человек, да. Ну, просто вот есть какая-то дистанция, и я очень хорошо себя чувствую, вот на таком расстоянии мне комфортно, да. Попробуйте позаписывать себя на видео. Сначала вам покажется это что-то невозможное, и вы будете думать, боже мой, как я выгляжу вообще, да мне это не нравится, и как у меня рот двигается, мне не нравится, и как у меня глаза двигаются, мне не нравится, и вообще моя прическа мне не нравится. Все в ваших руках. Исправьте прическу, начните улыбаться. Знаете, очень часто ко мне, когда приходили люди, которые собирались снимать свой блог, рассказывали о том, что проблема была в том, что когда они записывали видео, они смотрели вверх или в сторону, когда думали, и у них были видны белки. Вот человек смотрит, у него виден белок склера, да, белое, и это не совсем прикольно. От этого можно отучиться, то есть попробуйте просто все внимание концентрировать в телефоне, даже, знаете, где-то смотрите насквозь, не прямо, естественно, в объектив, чуть ниже, вот где-то в свои глаза, но насквозь, да, тогда не будет ощущения, что ваши глаза где-то теряются в пространстве. Но опять-таки помните, пожалуйста, о том, что мы думаем глазами. То есть для того, чтобы вспомнить какой-то образ, нам нужно, например, посмотреть вверх, да, потому что вверху у нас визуальные образы или визуальные конструкции, в зависимости от того, куда вы посмотрите, влево или вправо. Также, если вам нужно вспомнить звук, вы посмотрите влево или вправо в направлении ваших ушей. Если вам нужно вспомнить чувства, ощущения, то вы посмотрите вниз, да, и поэтому, когда человек разговаривает, когда он импровизирует, у него двигаются глаза в разные стороны, и это нормально, я не могу быть зомби и смотреть в одну точку, да. Просто со временем, когда долго выступаешь, приучаешься именно думать таким образом, вот я еще смотрю, что вы мне пишете параллельно, да, и пытаюсь, конечно, это за счет практики, я все-таки знаю, что я сегодня хочу сказать, поэтому у меня сейчас нет таких западаний глаз, да. Все остальное в этом мире поправимо. Прическа поправима, свет поправим. У меня сегодня был вопрос, я отдельно поговорю с вами про свет, это немножко позже, да. Одежду тоже можно поменять, так что, в принципе, если вам что-то не нравится в кадре, вы это можете изменить. И еще, постарайтесь не быть идеальными. Это не нужно никому, и сейчас тренд, особенно в Инстаграм, на естественность, потому что чем более вы такой прям супер-супер такой красивый человек, тем больше вы, ну что ли, от себя отдаляете людей, потому что кроме маски у нас есть еще и внутренняя суть. И постарайтесь сделать так, чтобы именно внутренняя суть ваша читалась в первую очередь, а все остальное уже было дополнением. К тому же я хочу сказать, что каждый человек от природы совершенен. Нет такого, чтобы кто-то был некрасив. Вот абсолютно все люди, очень много людей ходят на мои мероприятия, абсолютно все люди, которых я видела, они все красивы, я вам клянусь. И в каждом я вижу какую-то свою красоту, да. У кого-то красивая внешность, и при этом красивый внутренний мир. Кто-то умеет интересно импровизировать, кто-то заразительно смеется, кто-то элегантный, нежный такой, и прям вот, когда заходит, тоже хочется подстать ему быть, да. Поэтому в каждом человеке есть своя изюминка, и, пожалуйста, никогда, не дай бог, не говорите про себя, что, вы знаете, все, у меня внешность нефотогеничная. Ну, что вы говорите? Такого вообще не может быть. Каждый человек, он абсолютно идеален от природы, да. Просто можно, например, волосы распустить, волосы собрать в хвост. Другого цвета надеть, там, блузку, да, и уже по-другому, под настроение заиграет и ваше лицо, и, соответственно, то, что вы будете говорить, будет более веселым, да. Дальше. Вот вы начали привыкать к камере. Вы начали себя снимать, вы смотрите, как вы выглядите, вы записываете какое-то видео. Что записывать на камеру? Я всегда говорю, у меня есть такое упражнение, записывайте историю о том, что вы делали сегодня. Чем вы завтракали? Что вы ели на обед? Что планируете съесть на ужин? Как проведете выходные? Какую новую привычку вы внедряете за эту неделю? Поверьте, столько тем, для того, чтобы разговаривать с собой, для того, чтобы что-то записывать, неимоверное количество. Поэтому каждый день тренируйтесь. Поставьте себе срок, например, неделя или две недели и скажите, вот я каждый день буду обязательно тренироваться. Я буду записывать три минуты на видео. Потом, если вам не нравится, вы можете это видео удалять. Вас никто не просит его показывать всему миру. Но вы почувствуете, как с каждым новым видео вы становитесь более уверенным и более раскрепощенным. Почему это нужно делать системно? Потому что, если вы сделаете раз в неделю, то это будет не совсем хорошо. Не совсем хорошо, потому что раз в неделю никоим образом не выработает у вас привычки. А вот если вы это будете каждый день делать, например, я опять с июня начала снова делать планку. Я делаю две минуты. Я понимаю, что это, конечно, не супер рекорды, но я стараюсь обязательно с утра перед завтраком, то есть это у меня целый ритуал, я не иду завтракать до тех пор, пока я не постою две минуты в планке. Очень хорошо с самого утра это бодрит, поднимается энергия и знаете, что появляется? Чувство того, что ты уже что-то сделал, причем сделал что-то полезное. Поэтому вот это вот видео, запись, которую вы будете делать каждый день, она тоже поможет вам обрести вот это чувство. Дальше. Вот вы научились записывать себя на камеру и уже готовы выйти в эфир. Что еще может вас испугать? Как ни странно, если вы обратились к помощи оператора, который вас снимает, например, в студии вы ведете запись, да, и у вас есть оператор, и он вас снимает. Иногда люди очень боятся операторов. Ну, правда. Кажется, что это какой-то очень умный человек, который знает не только, как устроена камера, он умеет не только монтировать, но он знает все про вас. И он знает все то, что вы хотите сказать. Это не так. Есть разделение труда, и я, как режиссер по специальности, вам честно заявляю, да, что обычно оператор не лезет в сценарий. Задача оператора – снять красивую картинку. И в первую очередь… Да, добрый вечер, друзья. И в первую очередь красивая картинка – это его ответственность, и в красивую картинку входите вы. Поэтому запомните, пожалуйста, что оператор – это не ваш враг. Это человек, у которого такая же задача, как и у вас – сделать красивое видео и выстроить красивый кадр. Поэтому вообще лучше познакомиться с оператором заранее. По возможности вы можете, ну, может быть, даже на кофе его пригласить, если это… Ну, вы смотрите сами, если, например, два юноши, можно там, и пойдем на кофе, давай познакомимся, поболтаем, да. Вот. Девушка-мужчина на кофе обычно не приглашает, но можно, по крайней мере, встретиться за минут 20 до съемки и обговорить все. И еще один лайфхак, который будет очень полезен именно девушкам, потому что именно девушкам не безразлично то, как они выглядят в кадре. Спросите у оператора, как вы выглядите. То есть вот вы становитесь, он говорит, так, все снимаем. Вы говорите, смотрите, вот так хорошо или мне вот так развернуться? Он говорит, нет, давайте вот так. И все, как только он вам дал совет, как развернуться, все, он теперь ответственен. Вы вообще ноль ответственности. Он сказал, что вам так лучше. И поэтому вы должны успокоиться и понять, что раз он так сказал, значит, вы теперь уже хорошо выглядите. Есть один момент, с которым я столкнулась еще в студенческие годы, связанный со съемкой. Я всегда с собой ношу зеркала. У меня, кстати, в офисе огромное количество зеркал, но мы здесь занимаемся, техника речи, да. Но на съемку у меня всегда есть складное зеркало, я его беру с собой, для того, чтобы я могла посмотреть, насколько сейчас я выгляжу хорошо, чтобы не было потом, что у меня вот тут что-то висит, тут у меня тушь размазалась, тут помада потекла. По опыту операторы редко говорят, не потому что они плохие, а потому что, ну, вы подумайте сами, у них много съемок, много разных задач, и им еще, так сказать, думать о вашем гриме, ну, им за это не платят. Поэтому поймите их тоже, не надо их за это ругать, просто носите с собой сами расческу, сами носите зеркало, и вы можете тогда быть уверены в том, что вы все проконтролировали, да. По поводу оператора, еще раз повторю мысль, не нужно его бояться. Это человек, у которого такая же задача, как и у вас. Он тоже хочет сделать красивую картинку и красивый конечный продукт. Поэтому вам не нужно его бояться, познакомьтесь с ним заранее, спросите, как вы выглядите, как вам лучше, какой стороной повернуться, для того, чтобы вы выглядели наиболее эффективно, наиболее эффектно в кадре, да. И после этого просто расслабьтесь, потому что этот человек, несмотря на то, что он все время смотрит в глазок объектива, он смотрит скорее за картинкой, за тем, чтобы там все было хорошо, да. Сейчас на современных фотоаппаратах, я уверена, что вы все знаете, запись идет по 15 минут, да. То есть нельзя снимать час, выключается кадр, и снова нужно перезаписывать. Поэтому у него очень много задач, которые нужно контролировать, в том числе. Вот. Поэтому попробуйте первое время приглашать на съемки кого-то из друзей, пусть этот человек сидит вот за камерой, посадите его где-нибудь на стульчик. Не нужно на него все время отвлекаться. Скажите этому человеку, пусть он опустит голову и смотрит прямой эфир в записи, да, вот то, что вы сейчас говорите, пусть он включит. Но, по крайней мере, присутствие живого человека будет вас немножко успокаивать, да. Что еще нам страшно? Конечно, когда мы выходим в эфир, нам страшно получиться как-то не так. Это не только страшно для девушек, мне кажется, мужчины тоже не хотели бы как-то упасть лицом в грязь, да. И поэтому, когда мы выходим в кадр, мы хотим выглядеть идеально. А иногда нам кажется, что мы не идеальны, и поэтому мы не выходим в кадр. Вот такая вот грустная закономерность. Как выглядеть в кадре идеально? Во-первых, найдите свою рабочую сторону. У меня есть такая шутка для операторов, которые со мной работают. Если у меня волосы не распущены, а волосы в хвосте, то я говорю, что рабочая сторона сегодня у меня с той стороны, где у меня хвост. Потому что там, где нет хвоста, видите, тут ничего нет. Здесь есть тут какой-то еще дополнительный объем, получается. Но это шутка, конечно, но тем не менее, те, кто со мной работают, знают, что меня надо снимать с той стороны, где сегодня у меня лежит хвостик, да. Как найти свою рабочую сторону? Вам нужно... Это очень просто вообще. Вы берете свой телефон в руку, сначала фотографируете себя с этой стороны, а потом с этой. Вот и все. Смотрите два фото и смотрите, в каком фото вы выглядите лучше, да. Рабочая сторона – это не значит, что я должна все время вот так вот сидеть вообще, да, только в одну сторону и не поворачиваться. Нет, можно сидеть прямо. Можно сидеть полубоком, да. Смотрите, как вам удобно. Я вот сейчас сижу прямо и прекрасно себя чувствую, да. На самом деле, рабочая сторона – это хорошо, конечно, да, но это скорее для фото, для видео. Все-таки, если вы человек живой, если у вас есть какие-то эмоции, да, какая-то энергия, то любая рабочая сторона, она не играет никакой роли. Главное – это то, что вы, в общем-то, доносите через экран монитора, да. Поэтому рабочая сторона, определитесь с рабочей стороной. Следующий момент – как сидеть. Вообще, иногда рекомендуют сидеть в три четверти. Это вот так. Но смотрите, чтобы, видите, я вот сейчас села плечом, и это плечо стало увеличиваться. Хотя на самом деле оно у меня небольшое. Просто я села сюда, и как будто плечо стало больше. Поэтому посмотрите, в первую очередь, параметры вашего тела, как вам комфортно. Я, если я записываю видео, если меня снимает оператор, то я очень люблю немножко дальше отойти, чтобы меня где-то было видно по пояс. Естественно, формат прямого эфира в Инстаграм не подразумевает то, что я отойду далеко, потому что я просто не буду видеть, что вы мне пишете. Поэтому очень важно вообще посмотреть на себя и подумать, в каком ракурсе я буду говорить. И потом, самое главное, не зацикливаться на этом. То есть, если у вас рабочая сторона вот эта, а вы повернулись сюда, ну и слава богу, что вы повернулись, что вы живой человек, у вас есть эмоции, вы что-то двигаете в этой жизни. Вот, поэтому здесь, пожалуйста, не нужно концентрироваться на этом вовсе. Как сделать... Вот сейчас давайте перейдем к улыбкам и к тому, как выглядеть эффектно, именно когда вы, например, позируете. Может быть, даже, кстати, и в видео вы улыбаетесь. Есть лайфхаки. Я вот выписала для себя лайфхаки знаменитостей. Есть актриса Блейк Лайвли. Кстати, очень многие говорят, что я на нее похожа. Когда вышел фильм... Как он назывался? Сейчас, наверное, не вспомню. Фильм с ней самый... Один из... Нет, уже, наверное, два фильма назад, где там она из старого времени играла. У меня училась девушка, и она приходит и говорит, «Анна, я вчера видела вас в кинотеатре». Я говорю, «Да». Она говорит, «Да». «Вы так похожи! Только она блондинка, а вы дрюнетка». Я говорю, «Да вы что?». Вот, Блейк Лайвли, актриса, она, когда улыбается, она кончики языка приклеивает к твердому негу. Вот таким вот образом. Я сейчас показала, да? Но рот закрыт, и когда улыбается, двойной подбородок в этот момент исчезает. Моника Белуччи немножко приподнимает голову, когда фотографируется. В данном случае это тоже поможет вам избежать двойного подбородка, да? То есть он у нас появляется, когда вот мы в таком виде фотографируемся. А вот так, немножко вытягивая голову, у вас получается очень такое даже, очень такое изящное выражение. Только, пожалуйста, не делайте такого, знаете, такого сырового лица. Вот что-то попроще, да? Вот какую-то улыбку, что-то такое искреннее. Да, добрый вечер, друзья. Присоединяйтесь к нам, да? Дальше. Я вот выписала целый список, с вашего позволения. Не помню всех актеров. Тейлор Свипт прикусывает щеки. Да, улыбается. Да, получается такие, небольшие вот здесь вот бугорки и очень хорошо видно скула. Только, пожалуйста, не переусердствуйте, потому что, ну, это понятно, что тоже, да, такие вот совсем искусственные щеки. Это, конечно, не очень прикольно. Но чуть-чуть прикусить, ну, почему бы и нет? Вот, по крайней мере, здесь рельеф скулы будет у вас виден. Дальше. Дженнифер Лоуренс приподнимает бровь и не фокусирует взгляд. Что значит не фокусировать взгляд? Это значит смотрит куда-то насквозь. Вот я сейчас попробую не фокусировать взгляд и поднять бровь. Давайте лучше вот эту. Вот. Ну, вот как-то так. То есть, такой взгляд немножко получается замыленный куда-то насквозь. Этому взгляду можно научиться, если вы будете смотреть сквозь пламя свечи некоторое время, да, такой куда-то уходящий вдаль взгляд. Это Дженнифер Лоуренс делает. Дальше Шарли Стерон выдыхает ртом. Она когда говорит, когда фотографируется, она вот так вот делает. Не знаю, ну, у нее вроде эффектно выглядит, но ладно. Вот так вот, да. Во время фото, опять-таки, тот же самый рельеф скулы, то есть, как мы перекусываем щеки, да, так же и на выдохе происходит такое вот, ну, красиво подчеркивается форму скулы, да. Меган Маркл, наоборот, наклоняет голову, и этот наклон головы показывает некоторую близость к зрителю, то есть, когда мы вот так вот, как бы, да, вот, как будто я сейчас с вами вот к вам наклонилась для того, чтобы что-то вам сказать, да. Вот. Так что вот эти вот лайфхаки от знаменитых актрис используйте в своей жизни, и это тоже очень пригодится. Но самое главное, еще раз повторяю, если вы не знаете, что вы хотите сказать, то никакие лайфхаки вам не помогут. Ну, и, конечно, самый важный момент, как контролировать себя. Вот вы сейчас выходите в эфир, и вы чувствуете, что вам совсем неспокойно. Руки потеют, ладошки потеют, а может быть, даже сами руки трясутся, челюсть тоже немножко ходит ходуном, да, щеки горят, неизвестно, что делать. Первое, что нужно сделать, это любая физическая активность. Вот у вас остается пять минут до эфира, даже, наверное, пораньше, за десять минут начните. Походите просто по комнате. Когда вы ходите по комнате, у вас активизируется еще и мозг. Он начинает быстрее работать, разгоняется, и как улыбаться чуть-чуть, открывая рот. Ага, сейчас расскажу. Спасибо за вопрос. Сейчас расскажу, да. Вот, и когда вы начинаете ходить, ваш мозг разгоняется, и вам как дела? Спасибо. Друзья, у меня все прекрасно. Да, вопросы ваши запоминаю. Накопите вопросов, потом в конце буду на все отвечать, да. Значит, первое, что нужно сделать, это походить по комнате, для того, чтобы немножко разогнать вот это вот состояние скованности и такой заледенелости, да. Походите, помашите руками, поприседайте, то есть почувствуете себя комфортно. Дальше. Если вы чувствуете, что вас от страха бросает в жар, что вы не можете, у вас щеки красные, еще иногда шея красная становится, да, особенно зимой, я, кстати, рекомендую в таких случаях одеваться. Ага, здравствуйте. Какая тема? У нас тема, как преодолеть страх выступления перед камерой и чувствовать себя эффектно. Да, присоединяются люди к нам, поэтому нужно повторить, что за тема. Зимой, если вас бросают, ага, если вас бросают в жар, то вы можете, во-первых, одеваться не так жарко, а во-вторых, перед выходом на сцену сделайте следующее, подойдите в ванную комнату, помойте руки холодной водой, а потом холодной водой несколько раз просто приложите к шее. Мужчины можно приложить к лицу, но женщины, понятно, если мы приложим к лицу, у нас тут все на лице потечет. Так, пишут вопросы, давайте буду отвечать, потому что потом могу забыть. Первый вопрос, как улыбаться глазами, да, и до этого еще был вопрос, как улыбаться только одним ртом. На самом деле, иногда у нас улыбается все лицо, и брови, и глаза, да, чтобы улыбаться одним ртом. Попробуйте почувствовать, что у вас именно вот эта вот часть скул немножко уходит в сторону, да, и при этом, видите, то есть у меня вот сейчас вот брови не улетают, да, а у меня чисто улыбка, чисто губами, да. При этом не старайтесь ее растягивать максимально, как Буратино, да, в мультике. Можно даже иногда полуулыбку, вот я за собой знаю, когда я очень радостная, у меня такая вот улыбка прямо совсем, но это многовато, и я поэтому стараюсь немножко эту эмоцию убирать. Как улыбаться глазами? Улыбка глазами еще называется улыбкой тигра, и впервые в модельном бизнесе она была открыта Тайрой Бэнкс. Это супермодель, она внешне очень похожа на Бьонсе. И Тайра Бэнкс рассказывала, что когда она фотографировалась для обложки бок, не все обложки у модели идут именно с улыбками такими, да. Есть просто, например, серьезное лицо, вот сейчас у меня, да, наполовину серьезное лицо, да, но при этом вы видите, что у меня подняты скулы вверх, и от этого создается ощущение не такое, что я сплю или я злая, да, а именно вот такое вот доброе ощущение. Так, как принимать себя на фото и видео таким, какой есть? Спасибо за вопрос, сейчас отвечу, да. И чтобы улыбаться глазами, у вас скулы должны немножко уходить вверх, и вот здесь вот возле глаз появляются мимические морщины, да. Видите, у меня вот эта вот честь приподнимается. Это очень такое хорошее упражнение, в принципе, даже в жизни, да, вот когда вы разговариваете с человеком, в том числе серьезно, вы можете вот такую вот штуку делать, и человек будет видеть, что вы к нему хорошо настроены. Так, как понять, что ты воспринимаем аудиторией? Хороший вопрос. Вы знаете, вообще, если мы говорим про работу в кадре, то когда вы работаете в кадре, это обратная связь в виде плюсов, в виде смайликов, в виде каких-то лайков, то есть вы в свое выступление включаете вопросы, например, «Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы, кто меня слышит», поставьте плюсы, у кого хорошее настроение, да, поставьте плюсы, кто рад лету, так же, как и я. То есть вы начинаете с таких разгоняющих плюсов, а потом уже вовлекаете аудиторию, просите поставить смайлики, ответы на вопросы и так далее, да. Вот, если вы работаете с живой аудиторией, там есть целая техника вовлечения, в первую очередь, это техника вовлечения через вопросы. Кстати, все эти вопросы я писала в своей книге, потому что в этой книге действительно описаны все... О, люди стали ставить плюсы. Видите, я не просила, люди все равно ставят, да. В этой книге я описала все наиболее частые вопросы, которые мне задают касательно выступлений, касательно работы в кадре, поэтому, в принципе, эти материалы мною уже описаны, но я все равно с удовольствием с вами делюсь имя. Сейчас одну секундочку я отмотаю. Немножко был вопрос, я еще раз его повторю. Как принимать себя на видео и фото таким, какой я есть, да. Смотрите, какая штука. Мы вообще... Каждый человек считает себя красивым. Просто есть моменты, когда, например, ну, человек проснулся только, у него плохое настроение, что-то не так пошло, и в этот момент нам кажется, что сейчас все плохо, ее плохо выгляжу, и все вообще не так, да. Но на самом деле, каждый человек о себе очень хорошего мнения. И ваша задача, в первую очередь, полюбить себя. Это вопрос не только, вот я сейчас включила камеру, смотрю и, ой, какая я красивая, я люблю себя. Нет, в первую очередь, эта любовь идет изнутри. То есть работа, в первую очередь, над уверенностью в себе, над тем, как я, например, во время того, как я иду на работу, работаю ли я на любимой работе, общаюсь ли я с любимыми друзьями, да. У меня семья, я создаю, например, семью, нахожу себе мужчину, у нас гармоничные отношения, да. И все, что нас окружает в мире, влияет тем или иным образом на нашу уверенность, да. Поэтому в первую очередь, вы для себя выписываете все свои плюсы на листике. Я такой, такая. Конечно, можно начинать со внешности. Я красивая, я жизнерадостная, я умная. А потом пишите свои достижения. И вот тем, с кем мы работаем над такой уверенностью в себе, я предлагаю упражнение. Вы берете блокнот, каждый день выписываете по несколько пунктов. Ну, поставьте себе цифру 3, потому что 5 – это многовато. В день 5 иногда бывает сложно. И вы каждый вечер перед сном перечитываете то, что уже написали, и плюс добавляете по несколько пунктов. Например, я сегодня прочитала 50 страниц книги. Я сегодня почти домонтировала видео Ивановское живьем, да, я сегодня там запланировала там приготовить это и это, и приготовила, да, я сегодня успела сделать планку. То есть, ставьте для себя какие-то цели, и каждый день смотрите, насколько вы достигли, и пишите то, что вы достигли. И поверьте, вот этот блокнот поможет вам каждый день черпать вдохновение и уверенность. То есть, если вы с утра просыпаетесь, берете блокнотик и перечитываете все, что там написано о вас хорошее, поверьте, у вас сразу же повышается уверенность в себе. И вы начинаете любить и себя, и на фото, и на видео, да. И вы знаете, порой нам так хочется быть какими-то идеальными, нам хочется соответствовать какому-то очень красивому, глянцевому миру Инстаграма, да, там все такие прям шикарные, как Ксения Собчак даже сказала, она говорит, у меня есть программка, у нее был Собчак живьем, эфир, и там были инстаграмерши против старого света, может быть, кто-нибудь смотрел, смотрит кто-нибудь, Собчак, поставьте плюс, ребят, чтоб я понимала, кто смотрел программу Ксении Собчак, Собчак, осторожно, Собчак, не обязательно эту, может, какие-то другие выпуски смотрели, поставьте плюсик, вообще Собчак в некотором роде лидер мнения, потому что она не боится задевать какие-то острые темы, задавать людям вопросы острые, да, и не боится того, что действительно она может идти против течения, да, и вот в этой программе там было три девушки из Инстаграма, у которых там несколько миллионов подписчиков, и Ксения говорит, ну давайте, вот вы сейчас, я вот встану, сделайте, сделайте мне красивое фото, они там где-то в бутике стояли, там какой-то автоматик, говорит, ну давайте, вот скажите мне как надо, и вот, значит, фотографируют Ксению, она подходит к этой Инстаграм-модели и говорит, что, как вообще, что дальше, вот сфоткали, что дальше делать, да, как обрабатываете, она говорит, ну вообще, у меня специальные люди есть, которые обрабатывают фото, да, то есть на самом деле, конечно, это целая индустрия, вот эта обработка фото, все такое глянцевое, на что Ксения отвечает, говорит, вы знаете, у меня есть только одна программа, я там себе подтягиваю живот и выкладываю, да, и на самом деле, я уверена, что те люди, которые восхищаются Ксении Собчак, они ее любят, ну уж правда, не за, там, то, что у нее там подтянут живот на фотографии, а любят в первую очередь за искренность и естественность, вот это то, с чего я начала свой прямой эфир, да, то есть, когда вы естественны, когда вы, когда вам смешно смеетесь, когда вам не смешно, не смеетесь, да, когда вы искренне проявляете все эмоции, только тогда вы становитесь настоящим и только тогда вас любят, да, вот, так, что-то вопросы прекратились, я что, уже на все вопросы ответила, можно еще задавать вопросы, сейчас еще мне в директ пришло несколько вопросов, тоже их озвучу и отвечу на них, да, вот, поэтому, когда вы начинаете работать в кадре, как принять себя, как полюбить себя, делайте и делайте с удовольствием, и нет ничего прекраснее счастливого человека, который с вдохновлением, с воодушевлением делает свое дело, у которого горят глаза и который действительно счастлив, когда вы увидите себя таким, вы примете и полюбите себя, потому что я еще раз искренне говорю, что каждый человек, абсолютно каждый, он просто прекрасен, правда, какого бы вы не были роста, веса, телосложения, брюненты, блондины, рыжие, все прекрасны, вот на самом деле, потому что вселенная создала человека совершенным существом, это мы уже в современном мире начинаем что-то придумывать, что-то у нас тут лишнее, тут у меня это некрасиво, это, слушайте, это все прекрасно, ведь мы должны отличаться, мы же не можем быть все одинаковыми копиями друг друга, да, у каждого есть какая-то изюминка, у каждого свой рост, у каждого, не знаю, свой разрез глаз, и в этом прелесть человеческая, поэтому, мне кажется, полюбить себя очень просто, главное каждый день выписывать те стороны, которые действительно вы в себе любите и перечитывать, да, вот, ну и в завершении хотела бы сказать о том, как выбрать локацию для съемок, это и был тот самый вопрос, как выбрать локацию и как поставить цвет, по поводу локации, конечно, я в поисках пока что, может быть, люди мне как раз подскажут здесь в эфире, в поисках идеальной студии, у меня есть несколько локаций, сейчас я нахожусь в своем офисе, и еще одна локация, как это ни странно, у меня дома, там у меня розовые стены, и на фоне розовых стен недавно я записывала видео, кстати, если кому-то интересно, я недавно записала мини-курс, я с удовольствием вам его скину, для этого, пожалуйста, отправьте мне плюс в директ, я скину вам свой мини-курс, там будет 5 уроков, начиная от дикции, заканчивая импровизацией, хорошо? Вот, поэтому по выбору места съемки, вы знаете, в первую очередь, оно должно вам нравиться, то есть, если вы снимаете что-то такое гламурненькое, да, что-то такое, так, вопрос какой-то, я думаю, вопрос просто легче принимать себя своими минусами и плюсами от души, да, это правда, я согласна с вами, действительно, просто принимать себя, когда мы знаем и свои плюсы, и свои минусы, так, а кому привет передать? Маме пишут, передай привет, пока не поняла кому, кому передать, передам, вот, поэтому, если вы хотите снять что-то такое нежное, то, соответственно, у вас локация должна быть, ну, вот видите, цветочки, Оскар, вот, все, что вот, какие-то там наверху цветочки, да, вот, что-то такое, что отражает вашу сущность, да, вот у меня тут, Коко Шанель, да, Одри Хэбборн, вот, а, передай привет мне, Екатерина, я передаю вам привет, привет, если вы хотите что-то более брутальное снимать, можно поехать на территорию завода, можно поехать где-то на фоне стен, то есть, в первую очередь, локация зависит от того, какой результат вы хотите получить, и второе, я, конечно, выбираю локацию по источнику света, если сейчас посчитать, сколько источников света есть, то у меня здесь источник света, здесь источник света, три, четыре источника света, один свет за мной, он отделяет меня от стены, создает некоторый объем, здесь свет у меня падает сбоку, для того, чтобы мое лицо не было с какими-то дополнительными тенями, и один свет у меня рассеянный идет в лицо, вообще, на самом деле, таких постановок света очень много, и в интернете есть схемы для постановки света, но я думаю, что самый важный критерий для постановки света, это вот я смотрю на себя, и у меня сейчас нет дополнительных теней на лице, я выгляжу, пересвета нету, и наоборот, не очень темно, то есть, вы меня хорошо видите, я надеюсь, вы видите меня, друзья мои, поставьте смайлик, кто меня видит, так, на всякий случай проверка связи, смайлик или что-нибудь там, сердечко какое-нибудь, чтобы я понимала, что вы меня видите, так, тишина, не видят меня, кошмар, видят, хорошо, вот, поэтому, по поводу локации, выбирайте то место, знаете, вот я когда училась в академии, критерием для выбора, или сюжета, или сценария, или актеров, нам все время в академии показывали два жеста, вот здесь, и вот здесь, и нам говорили, что все, что вы делаете, нужно пропускать через эти две точки, через голову и через сердце, и если я прихожу, например, в аудиторию, я вижу, ой, как здорово, как тут хорошо, я тут хочу снимать, да, и это говорит мое сердце, мои эмоции, и я чувствую, ого, хорошо, хочу здесь снимать, и потом я подключаю голову, и думаю, так, тут света хватит, хорошо, шуметь не будут, это, кстати, очень важный момент, чтобы не шумели, у меня когда была презентация книги, это было в арт-пространстве кислород, мы уже и гости собрались, все, музыка включена, я включила джаз, чтобы все смогли почувствовать себя комфортно, в некоторой такой ретро-обстановке, и тут начинают сверлить, и я выхожу, я собрала всю милость, которая вообще во мне есть, я собрала ее в кулак, подхожу, а там пылюга стоит, слушайте, открываешь окно вообще, и такая пыль такая вот сыпется, и мужчина стоит на лестнице, на стремянке, что-то возле потолка там сверлит, я говорю, скажите, пожалуйста, а вы сейчас будете сверлить, я так моргаю на него, он спустился со стремянки, я просто так стою с такими глазами, как у Гарфилда, говорю, скажите, вы будете сверлить, он говорит, ну, и он так замялся, я говорю, вы знаете, у меня тут презентация книги, тут просто гости пришли, и мы все собрались, можно мы два часика проведем, а вы потом будете дальше работать, хорошо, и он почесал голову, говорит, ну ладно, хорошо, и действительно было тихо, я, кстати, очень ему благодарна, к сожалению, не спросила, как его зовут, но очень-очень благодарна за ту тишину, потому что я помню, однажды у нас были съемки, мы снимали блог, блогер ли я? Да, я блогер, уже да, вот, мы снимали блог, и мы снимали, у моей подруги, очень красивая такая современная отделка в квартире, и мы начали снимать, все, фон прекрасный, вообще свет выставили, все супер, и тут началось, соседняя квартира, дом новый, и еще не все заселились, и там, по-моему, суббота была, и люди решили, что самое время, 12 дня, сделать ремонт, и тут началось, и тоже мы пошли, и там молодой человек, я говорю, слушай, можно и познакомиться, между прочим, ты со своим соседом еще даже не знаком, вот, мы тоже его попросили, и он, спасибо большое, очень искренне отозвался, и действительно перестал сверлить, на самом деле, все вопросы решаем, и только их нужно решать бесконфликтно, потому что, как только вы придете и скажете, эй, ты, а ну-ка прекрати, сразу начнутся вопросы, в первую очередь к вам, а кто вы такая, а вообще, какое вы право имеете, и не пошли бы вы обратно туда, да, поэтому постарайтесь, когда вы все-таки претендуете на тишину, если этой тишины на данный момент нет, постарайтесь сделать так, чтобы вы все-таки, ну, почувствовали некоторую смущенность, хотя бы внешнюю, от того, что вы просите человека это сделать, да, вот, чтобы человек понял, что вы его не принуждаете это делать, а чтобы вы именно вот просите его, по-доброму, так, ты извинилась, что, а, простите, извиняю, что вышла из эфира, ничего страшного, приходите к нам еще, Екатерина, мы будем рады, вот, дорогие друзья, поэтому, а, кстати, у меня еще один, а, ну, я сказала, да, еще один источник света за спиной, он отделяет меня от стены, и за стеной, и за моей спиной тоже получается пространство, вот, дорогие друзья, это то, что я хотела вам сегодня рассказать, скажите, пожалуйста, вернее, не скажите, вы сейчас сможете поставить плюсики, поставьте, пожалуйста, плюсики или смайлики, если этот эфир был для вас полезен, так, сейчас поставят, точно поставят, полезен был эфир? полезен? классно, друзья мои, я напомню, что у меня просто все спрашивают, говорят, слушайте, а не поздно, если я во вторник заберу свою книгу, друзья мои, вы книгу можете забирать в любой день, на данный момент я уже с гордостью представляю, что у меня две книги, первая книга это «Искусство речи», как научиться говорить красиво и грамотно, а вторая книга это «Ораторское искусство», как сделать свое выступление достойным Мишленовской звездой, эти книги разные, но они являются, ну, не то чтобы продолжением, но это все книги на одну тему, и тема следующая, уже блокнот достал, класс, тема следующая, здесь, в этой книге я рассказываю о том, как говорить, как говорить четко, как говорить красиво, как не запинаться, какие упражнения нужно делать для голоса, для дыхания, для дикции, чтобы чувствовать себя уверенно, да, в книге также даны нормы русского литературного произношения, и я рассказываю о том, как правильно произносить не только разные части речи, как говорить грамотно, да, чего очень многие люди хотят добиться, а как еще произносить разные бренды, в том числе, произношением брендов, это прям любимая тема, я когда работала на Белси радиокомпании, очень часто мне звонили и спрашивали, и дикторы, да, в том числе, и спрашивали, скажите, пожалуйста, а как правильно, да, и вот такой вот справочник-консультант, вот здесь вот эти все темы есть, те, кто читал эту книгу, говорят, что это очень крутой конспект тех занятий, которые у меня происходят вживую, это правда, а вот эта книга полностью посвящена тому, как чувствовать себя на сцене уверенно, и эта книга отвечает на вопрос, что говорить, как преодолеть страх публичных выступлений, как сделать так, чтобы вы вышли на сцену и чувствовали удовольствие, с чего начать выступление, что сказать в середине, чем окончить выступление, как сделать так, если я что-то забыла, чтобы этого не было видно, и как выйти из этой ситуации, как переключить тему, например, как отвечать на зеркалит, сейчас, вот так, не зеркалит, нормально? Как отвечать на неудобные вопросы? Здесь даже есть тема, которую очень часто у меня спрашивают, я ее тоже включила, как произносить толстые поздравительные речи, я рассказываю об этом в своей книге, вот, и, конечно, очень подробно я рассказываю о том, как сделать свое выступление, почему достойно Мишленовской звезды, потому что в ораторском искусстве пока на данный момент нет еще таких критериев оценки оратора, как, например, в кулинарии, и поэтому я провожу параллель в книге, рассказываю о том, как в кулинарии устроено, и как готовится шеф-повар к своему выходу, да, перед, в данном случае, клиентами, и провожу параллель, как сделать свое выступление таким же вкусным, ярким, сочным, пикантным, чтобы люди захотели к вам прийти еще. Книги очень крутые, не устану благодарить, о, Юрий, спасибо большое, мне очень приятно. Вот, друзья мои, так что сейчас самое время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, я здесь для того, чтобы на них отвечать, а пока вы пишете ваши вопросы, я скажу, что сегодня вы молодцы. Тот пост, который я публиковала, действительно набрал 20 лайков, я говорила, не лайков, а плюсов в комментариях, лайков он набрал гораздо больше, и я говорила, что если вы поставите мне 20 человек, если мне скажут, что да, им эта тема интересна, то я начинаю блог о популярности, и действительно, это произойдет в самое ближайшее время. Я буду делиться с вами всем тем, что я знаю, конкретно в моей, уже по крайней мере, как минимум двух специальностей, в первой специальности, это режиссура кино и телевидения, я расскажу вам о том, как делать интересные сценарии, ну, в том числе, это где-то относится и к копирайтингу, как писать книги, как писать статьи, чтобы это было интересно. Я буду рассказывать вам о том, как говорить с точки зрения голоса, дикции, красиво, четко и уверенно, как не уставать от длительных разговоров, что делать, если вдруг заболело горло, вдруг заперушило в горле, как от этого всего избавляться. Конечно же, я буду рассказывать вам, как выступать, все фишки, лайфхаки, хороших выступлений, это все обязательно будет в моем блоге. И еще я хотела бы немножко уделить внимание такой части, как внешность, как популярность, как каким образом вообще себя подавать, как сделать так, чтобы вы во время выступления чувствовали себя спокойно и расслабленно, и чтобы вот это спокойствие внутреннее, оно передавалось также через экран, чтобы зрители чувствовали ваше спокойствие. Вот. И буду рассказывать также о техниках. Я видела, что эти посты тоже набирают популярность, о техниках исполнения желаний, да, как сделать так, чтобы вы притягивали то, что вы хотите, и в том числе популярность. Вот. Кстати, дорогие друзья, те, кто смотрит меня сейчас, хотите блог о популярности, поставьте мне здесь плюсики, чтобы я точно была уверена, что эта тема вам интересна. Поставьте плюсики, кто будет смотреть мой блог о популярности на моем YouTube-канале. Он, кстати, у меня есть, и на данный момент я потихонечку начинаю сейчас его оживлять, потому что он у меня существует давно, и там просто было видео, мои интервью, мои записи каких-то эфиров, а сейчас конкретно будет уже тема о популярности. Вижу, всем это интересно, и вижу вопрос. Бывают такие моменты, когда выпала с темой, думаешь, что сказать, чем заполнить можно. Хороший вопрос. Эта тема называется «Что делать, если забыли?» Давайте расскажу. Первое, что нужно сделать, это задать вопрос залу. Вы можете задать вопрос, не обязательно касаемый темы, вы можете, например, спросить, если вы разговариваете с живой аудиторией, скажите, меня хорошо видно? Может быть, мне погромче говорить? Нет? Все хорошо? Меня слышно? Чудесно, замечательно. И обратиться кому-то лично, скажите, пожалуйста, вот там девушка в проходе сидит, вам удобно? Вот здесь освободилось место, можно пересесть. То есть конкретно задать какой-то вопрос аудитории, показать свою вовлеченность, и потом после этого, внимание, манипуляция, сказать, друзья, на чем я остановилась? То есть вы работаете с аудиторией, понимаете, что что-то выпало, вылетело из головы, не помню я, о чем говорить. Задаете людям вопрос, скажите, пожалуйста, вам удобно, все ли видно, все ли слышно, все ли понятно, отлично. На чем я сейчас остановилась? Прекрасно. Второй прием может показаться. Вы рассказываете тему, понимаете, что вы забыли, и понимаете, что настала звенящая тишина. Что делать? Начните говорить так. Друзья, может показаться, что сейчас я еще полчаса буду говорить на эту тему, тяжелую, техническую, непонятную, и вам, наверное, может показаться, что мое выступление не совсем интересное. Но, друзья, это только иллюзия. Дайте мне еще пять минут, я дорасскажу основную техническую часть, и мы с вами будем играть. То есть, дайте человеку какой-то временной интервал, в течение которого вы договорите, и после этого интервала вы начнете дальше что-то делать. Кстати, вот эти вот все приемы нужны для того, чтобы вы как будто мысль пробуксовали, потому что, когда мы забываем, нам на самом деле нужно несколько секунд, чтобы вспомнить. Но так как на нас люди смотрят, мы впадаем в ступор, нам страшно, нам кажется, что все видят мой позор, и кроме эмоции, которая должна возникнуть, успокоиться, да, и вспомнить, у нас возникает абсолютно другая эмоция. Мы начинаем суетиться, нервничать, думать, а что они подумают обо мне, думать, ну вот, я же говорила, что я не умею выступать, да, все эти эмоции абсолютно деструктивны. Поэтому вам нужно заговорить людей чем-то, да. Третий вариант, что делать, если вы забыли. Вы можете, например, придумать, перед выступлением, придумать какую-нибудь притчу, какую-нибудь историю на соответствующую тему. То есть, допустим, вы рассказываете о кофе, придумаете притчу о кофе, или интересную историю о кофе найдите в интернете, и выучите ее, ну, только не наизусть, но просто знайте суть. И когда вы будете рассказывать и почувствуете, что вы что-то забыли, скажите, друзья, я вижу, вы немножко устали. И чтобы чуть-чуть переключить, я расскажу вам прекрасную притчу. Послушайте. Да? Вот. Вот такие вот примеры, да, я думаю, что, наверное, много не буду давать, потому что, ну, смысл вас грузить информацией. Попробуйте хотя бы вот эти вот три делать. Это три принципа, которые действуют сто процентов. Они прям эффективны. опробованы на практике. Вот. А в принципе, чтобы не забыть, конечно, нужно писать презентацию или план. Вот. Друзья мои, у меня появилась надпись, что у меня осталось минута пятьдесят, и мое время прямого эфира уже пролетело. Как вам было на эфире? Есть ли какие-то у вас еще вопросы? Поставьте мне, пожалуйста, какие-нибудь значки, чтобы я чувствовала вашу любовь, ваши эмоции сейчас. Вот. На самом деле, тема очень интересная. Девятого июня у меня будет прямой эфир на тему, как импровизировать, как чувствовать себя в кадре свободно, раскрепощенно, и как вообще каждую секунду эфира использовать по максимуму. Вот, дорогие друзья, буду потихонечку с вами прощаться, потому что у меня сейчас включен обратный отчет, и Инстаграм грозится выключить меня в любую секунду. Я очень рада была встретиться с вами. Спасибо большое, что провели этот вечер со мной. Пишите мне в директ, если вы хотите получить видеокурс «Пять уроков», начиная от четкой дикции, заканчивая импровизацией. Этот курс абсолютно бесплатный. Напишите мне в директ, и я скину вам ссылку. Книги у меня есть. Пишите, если вы хотите почитать мои книги. Я с удовольствием поделюсь с вами моим творчеством. Пока хочу сказать вам, что рада была вас видеть. Хорошего вам вечера, и до скорой встречи. С вами была Анна Ивановская.